Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня я предприму попытку первого раза в этом году проехать из моей деревни на Халактырский пляж. Не знаю, каким образом получится у меня это или не получится. В прошлый раз я ездил туда только в ноябре года минувшего. Не исключено, что через километр я упрусь в непроходимое снега. Ну попробуем, авось, что-нибудь у нас выйдет. Движение в сторону Халактырского пляжа я начинаю с улицы Новой, поселка Заозерного, поселка, в котором я живу. Когда-то здесь располагалась дальняя база Петропавловского совхоза. Совхоз этот был одним из старейших на Камчатке. Он основан был еще в конце 20-х годов века минувшего. Естественно, в 90-е годы его постигла судьба. Всех совхозов нашего полового острова он приказал долго жить. Так вот, на Халактырской пляж можно проехать через наш поселок Заозерный. И вот я двигаюсь в сторону бывшего совхозного гаража. За гаражом дорога направляется в сторону Толстого мыса. А оттуда до Халактырского пляжа, до берега Тихого океана, рукою подать. Вот эти вот постройки слева – это территория бывших коровников. Сейчас будет небольшой мостик, через который мы переедем. Справа мы увидим здание бывшего совхозного гаража. А дальше уже убитая в усмерть грунтовая дорога поведет нас в сторону Тихого океана. Заворачиваем налево – дорога становится ничьею. Ну что, двинулись. В это время весной прошлого года, примерно здесь, дорога заканчивалась. Она была вся в снегу. Грейдера она не видела. Наверное, пару десятилетий. Да и кому нужно грейдеровать? Дорогу, которая не принадлежит никому. Что это там впереди? Впереди сухой отрезок. Надежды пробиться есть. Надежды юношей питают. Нет. Надежды больше не питают юношей. Здесь перекопано. Справа объезжала какая-то большая машина. Но нужно выйти и посмотреть. Возможно ли проехать мне? Да, конечно, мой автоматический мобиль. Не самый маленький. И довольно проходимый. Но это не значит, что на нем можно пробиться везде. Пойду смотреть. Что же там происходит? Рыхлый тяжелый снег. Ага. Разбито почти по колено. Нет. Здесь даже на Тойоте не проедешь. Глубина колеи больше сорока сантиметров. Поэтому я сейчас развернусь и двину в обратную сторону. В родной поселок Заозерный. В свою любимую деревню. Жаль. Сейчас получается. Дорога на Халактырский пляж есть только через бывшую молочно-товарную ферму. Так называемую МТФ. Для этого нужно двигаться в сторону Радыгина. И перед развилкой непосредственно на Радыгинский полигон уходить направо. Двигаться по над толстым мысом. Но сегодня я туда не поеду. Я потихоньку направляюсь домой. А чтобы не разочаровывать неудачной поездкой, я покажу вам небольшой воеж по Петропавловску. Знаете ли вы, где улица Павлика Морозова? Сейчас узнаете. С улицы Ключевской я заворачиваю направо-наверх в сторону улицы Вилюйской, которая идет параллельно Ключевской. Поворот на нее влево, но я еду еще выше и оказываюсь на улице имени очередного краснобандита Фрунзе. Но мы едем на улицу Павлика Морозова. Запоминайте. Запоминайте. Мы едем по Фрунзе. Теперь резкий поворот направо. И поднимаемся наверх по склону с почти 20-ти градусным уклоном. Здесь малоизвестная улица имени Павлика Морозова. Имени пионерского предателя. Большинство домов на этой улице, построенные в 40-х, 50-х годах прошлого века, заброшены. А вот так мы с этой самой улицы, куда я завозил своего приятеля, спускаемся вниз. Спускаюсь я на первой передаче, управляя автоматическим мобилем с помощью лишь педалей газа. Вообще не трогая педаль ножного тормоза. Запомнили, где улица Павлика Морозова? Выше Вилюйской, выше Фрунзе. Она идет на Мишенной горе. Параллельно улицам Ленинградской, бывшей Микоеновской, и Ключевской. Ну, конечно, параллельно Вилюйской и Фрунзе. Посмотрите на качество дорог. А ведь это район КП. Контрольного пункта, так называемой, по ошибке, Комсомольской площади. Это очень недалеко от центра столицы Камчатского края. Сейчас мы выйдем на улицу Ключевскую. И сегодняшняя поездка закончилась. Кстати, шлите донаты, тогда, может быть, вы выиграете мой фотоальбом. До свидания.